всем привет прошлая неделя собственно говоря особых мне новинок не принесла кое-что я купил ну таких ярких там жирных скажем таких покупок не было но тем не менее что-то мне досталось я хочу вам показать но прежде всего я купил у моего знакомого у него там есть магазинчик кассеты вот такого плана sony это восемьдесят восьмой год где-то примерно у него было их три блока ну вот в общем одну кассет или один блок я купил ну знаете некоторые в коллекцию берут по кассете ну я стараюсь брать по блоку внутри я не купил цена была такая не очень дешевая но не очень дорогая где-то порядка чуть больше полутора долларов я счел что это цена более-менее приемлема за такие кассеты ну во всяком случае я даже не знаю есть у меня в коллекции такие может быть 1 2 есть а может 3 есть ну а так теперь будет как минимум 11 что еще что еще воскресенье в середине дня идут у нас там вот контейнер где стоят профессиональные продавцы и как правило там особо ничего не бывает потому что у них товар один и тот же смотрю такая коробочка лежит она правда была открыта в коробочке лежит вот такая вот вещица я взял в руки смотрю плеер металлический корпус видите панасоник понятное дело что это не 80-е годы 90-е может быть даже и 2000 год но тем не менее штучка была так закрыта сейчас я покажу вам как она она была закрыта и мало то что он даже не открывалась помимо этой штуки был еще такой контейнер который был прикручен и там стояла батарейка я попробовал включить знаете есть поговорка украинская мертвые бжолы не гудуть ну вот можно было подумать что сам аппарат сдохлый а можно было предположить что батарейка вот я прикрутил этот контейнер внутри была батарейка дурасиловская потом домой принес она была мертвее всех мертвых то есть не живее всех неживых скажем так плеер этот rq sx 97f вот такая моделька помимо того что сам плеер был в коробке еще лежало такое зарядное устройство я потом посмотрел к сожалению еще к нему идет кредл такая вот штучка когда ты заряжаешь можно так опускать ну естественно контейнер надо открутить сейчас продемонстрирую кручу и она таким вот образом подзаряжается не надо вытаскивать этот элемент али элементом стоит жевачка ну так называемой жевачки 1 и 2 вольта аккумулятор ну и параллельно можно подключать этот контейнер и как гласит надпись на коробке всуммарно можно слушать музыку 68 часов причем кассеты можно слушать здесь есть следующие функции автореверс fm am тюнер возможность записи в обоих направлениях 30 станций можно завести и программ сенсор ну я честно я не изучал что это такое там проверка батареи алюминиевый корпус dolby b ну при воспроизведении blend control с x bass к сожалению не было наушников и не было самое главное у него тут дистанционное управление с маленьким дисплеем который подсвечивается ну это собственно говоря на коробке видео такая штучка показано это собственно и дистанционное управление в который втыкаются наушники ну что дало туда а как говорится природа не приходит бараховка спрашивая продавца сколько вы хотите он говорит 100 гривен или 80 90 80 наверняка не рабочий он согласился я забрал принес домой мне конечно было трудно открыть на вот этот вот отсек для батареи отсек для батареи вытащил оттуда вот так называемую жвачку аккумулятор вставил его почистил ну он немножко там закис почистил и он вы знаете даже зарядился и вот как бы вот тюнер тоже работает эти показы там цифры показывают нормально работает было бы слишком нагло ожидать что и кассета будет работать кассета вставил она подергалась но даже нет кассета не дергалась то есть там внутри что-то дергалась однозначно пасек мне еще я показал одному двум людям этот плеер они говорят пасек сто процентов это ихняя беда а вообще пасеки это беда всех плееров как мне сказал один из моих подписчиков он покупал у кого-то на ebay выходца из бывшей чехословакии то ли чехи то ли словакии пасеки тонкие там человек наладил производство но увы их хватает на год полтора максимум 2 дальше они просто рвутся не растягиваются рвутся то есть это палеоативное решение плеера требует пасеков и вернее источников пасек больше они тут все такие тоненькие ну еще раз говорю что плеер понятное дело что нет не самый такой как бы те которые ищутся понятно что новодел но посмотрите вот в руке у меня другой новодел это же панасоник ну вы можете сравнить эти два плеера ну по моему тут никаких аргументов даже не надо приводить этот плеер годится на то чтобы его разобрать вытащить оттуда пасек есть там длинным вряд ли этот плеер только в одну сторону не реверс на реверсные пасеки они более длинные поэтому буду ли оставить туда пасек не знаю купила всего 80 гривен это это рублей наверное 250 до нет 220 рублей 3 доллара 3 доллара ну то есть вот такая вот покупка воскресенье честно говоря не собирался идти на рынок погода была такая полудождливая и как бы дела по дому были звонит мой приятель который там стоял и там пытался продать какие-то свои там запасы ради детали и говорит что на рынке нет ничего кроме того что там у одного моего знакомого ну как знакомого такого шапочного продавца стоит магнитола магнитола юнисеф юнисеф это митсуми я говорю и как она ну такая тот формат который ты любишь но у него есть один недостаток крупный у нее нет карманов я ему она не не нужна в принципе так она забавненько вообще-то говоря короче говоря часа а игры спрашиваю сколько он стоит сколько он хочет сколько она стоит он говорит он хочет 200 гривен но однозначно без карманов брать смысла нет и себе в голове представил в нечто вроде какого-нибудь интернешнл такого который там завалены все рынки как новыми кстати говоря там продавал мужичок интернешнл там в коробке еще он так сказать ну середочка тогда черная длинная а я подумал думаю может быть это интернешнл с такого какой-то юнисефа содрали и может карманы оттуда можно подойти а вообще потом забыл и когда я приехал на рынок а это уже было где-то наверно пол первого подхожу смотрю что действительно стоит вот такая вещица естественно сейчас секундочку я кассету отсюда выдерну вот таком вот виде она стоит ну я ее взял в руки она была грязная у нее не хватало кнопки вот здесь ну и сейчас не хватает карманов как вы видите нет вообще ну любого такая целенькая такая миленькая антенка крышка батарейного отсека и она знаете чем меня восхитило своей так сказать наглой простотой это простота которая не то что там хуже воровство вообще не знаю хуже там убийство наверное многие фирмы наверное подумали а что так можно было делать обратите внимание настройка на станции вот мы просто крутим кп и дело то что у какого-нибудь интернешнл а там хоть какая-то примерная шкала есть там какая-то типа стрелки здесь просто вот как на какой-нибудь детекторном приемнике вот здесь нарисованы и написаны все эти частоты будут . и соответственно мы крутим и понимаем на какой частоте находимся там например вот 100 тут написано диапазона 2 а m fm вторая протяжка читающая у него как у плеера три кнопки перемотка вперед play и стоп то есть сэкономили на этой самой перемотке назад я уже про паузу не говорю вообще собственно говоря протяжки тут здесь стоят плеерного типа я посмотрел сзади открыл но я сейчас здесь не будет видно когда я сниму крышку я хочу вам показать эту святую простоту стоят такие длинненькие тоненькие моторчики то есть фирма unicef или mitsumi она не мудрость и лука собственно говоря объединила два плеера добавила динамики собственно говоря динамики мне вот честно скажу нравятся такие они аккуратненькие красивенькие динамики ну и такой вид я подумал бы моему крайнем случае я ради динамиков возьму антенна динамики ну а что внутри может несколько микросхем думаю ну в любом случае ну естественно не за 200 гривен которые хотел продавец но правда когда я пришел у него цена уже резко упала дай 60 гривен и забери 50 ну ладно забирай а через 50 гривен 2 доллара там ну сколько 150 рублей я подумал ну антенка плюс плюс не знаю что плюс два динамика будем считать что я подумал даже если не ничто не подойдет нет то хотя бы я просто удовлетворю свое любопытство я когда взял в руки и и обратил внимание что протяжки то здесь стоят разные здесь и детали разные вот скажем и подкассетники эти разные и собственно говоря механизмы абсолютно разные то есть сами плееры разные кнопки записи здесь не было я подумал ну в принципе при желании ее можно сделать хотя конечно смысла особо не вижу ну не в коня корм начал думать о каких тут карманы могут стоять а потом смотрю никаких карманов тут и нет наверное тут кассета вставлялась вот таким вот способом просто вручную а для того чтобы ее достать видите углубление вот здесь такое вот для пальца вручную она таким вот образом и доставалась а в этой протяжке у нее тут на кнопке стоп есть eject вот мы нажимаем и она выбрасывает ее то есть такая конструкция я посмотрел ну конструкцию кармана я примерно представил такая же как у санё тут то есть стоит валик здесь впадина и так они ходят там но я не увидел здесь ничего для крепления карманов и тут меня осенила догадка не было никаких карманов была одна общая крышка такая знаете которая закрывала этот аппарат ну ну это я еще раз говорю не то что проще пареная репа просто-напросто какая-то наглость со стороны разработчиков никаких тембров громкость и все больше ничего не баланса ничего разъем для питания 6 вольтовый здесь сверху для наушников вот разъемчик 6 вольт центральный плюс все больше тут ничего нету 4 винта снаружи и сзади нет ничего антенка но мэйдин джопэн во-первых здесь выбито это на пластмассе мэйдин джопэн во вторых такая маленькая маленькая бирочка собственно говоря нигде ничего не пронесет не сказано кроме сверху вот здесь а f5 500 дабл кассет стерео дабл кассета такой вот эта надпись тоже не все это не написано и вот на маленькой наклеечки написано там эфи си айди там что-то такое 5 5500 юнисэф мэйдин джопэн я порылся в интернете а нету нет такой магнитолы нигде даже не фотографии нету не упоминания нету думаю ну надо взять действительно ее тут маленькое лирическое отступление от олег у которого коллекция плееров у которого собственно говоря мы снимали обзоры плееров он мне рассказывал что его мать еще при социализме там в составе тургруппы поехала в финляндию ну там на сэкономленные деньги сами знаете как наши командировочные туристы там помните там кто-то брал баночку икры но я не буду говорить там видимо какие-то деньги им поменяли и вся тургруппа купила себе магнитолы и магнитолы они купили юнисэф именно двухкассетные цена их было 30 долларов ну я говорю олег не такая ли магнитола сдала кинул по вайберу фотографию нет говорит там была шкала там были отдельные карманы она была в коробке короче говоря ну он говорит по пришествии так сказать по возврату на родину эта магнитола была выставлена в комиссионном магазине и была успешно продана за 1200 полновесных ну а может быть уже немножко инфляционных я точно не знаю рублей короче это такая если магнитола стоила 30 долларов сколько стоила вот эта магнитола 15 что ли потому что ну я еще раз говорю что это как вы знаете вот в багги убрано все мотор рама четыре колеса и руль ну и бензобак наверно там еще может карбюратор без карбюратора на багги не ездит вот здесь убрано действительно все хозяин продавец говорит что мне сказали что она еще как-то работает ну честно говоря принес попробовал не работает потом пошатал переключатели что-то заработало сейчас я ставлю сразу она там че-то работает видимо переключатель уже что-то делали с ним я даже кассету ставлю я разобрал поменял ей пасеки потратил практически полдня сейчас ой нет да тут же надо так и открывать этот выступ вернее углубление для того чтобы кассету вытаскивать а это вот углубление для того чтобы зацеплять общую крышку и отбрасывать я сделал что и левая дека тоже заработал но сейчас там что-то по-моему то ли проводок какой-то цепляет ну вот я сейчас включу а открою и вы посмотрите видите что-то там мешает или пасек там зацепляет зацепиться за что-то неважно я сейчас открою ну я считаю что будет интересно посмотреть как же как же японцы дошли до жизни до такой ну мне даже трудно сказать какого-то года может быть магнитола ну наверное где-нибудь там 85 что ли но сейчас я открою ее вот как выглядит в разобранном состоянии я как говорил протяжки разные протяжки снимаются очень просто вот так вот смотрите какой двигатель видите тоненький длинный двигатель ни одной тут шестеренки нету здесь пасек я поменял этот еще родной пасек оказался увы регулятор громкости не работает примерно такой ползунковый регулятор я нашел ну ее просто так не поставить она новые дырки сверлить отверстия вот вторая протяжка намного более так сказать более сложная тут намного больше стоит всяких пружинок и шестеренок стоит там по моему штуки 3 4 4 штуки ну вот она такая тюнер вы нервите вот вся плата здесь находится кп и маленький совершенно кп микросхема я смотрю 76 58 ташибовская тюнера а это а м к 74 10 это стерео декодер усилитель на микросхеме нек и си ю пи си 1263 остальное тут по моему мало интересно сейчас попробую включить поставить кассеты что и мешало нет пасек я думал что этот пасек еще поработает увы он растянулся он просто не тянет просто проскальзывает и все ладно не буду мучить ваши уши я считаю честно скажу что довольно забавная магнитола сейчас найдется человек 15 который скажет зачем ты этот хлам и мусор притащил домой ну тем не менее динамики юнисеф 8 ом 0 65 ватта усилитель я смотрел по 1.6 ватт на канал дает микросхема mpc я закорачивал вход с выходом звучит довольно громко а в данном случае регулятор просто не работает переключатель тут тоже видимо сработались перемычки их накоротка соединили то есть мы подключаем питание вся магнитола уже находится под напряжением не знаю насколько я обогатил ваши так сказать знания в области магнитол ну мне самому честно говоря было интересно эта кассета была загублена поскольку на этой протяжке пришлось менять прижимной ролик он просто рубил ленту ну отнесем так сказать на себестоимость помывку и там некоторую починку я уже считать не буду здесь стоят две головки но я так подозреваем митсуми хотя наверное ничего тут сбоку не написано если вообще митсуми юнисеф то я бы считал что это митсуми узкие головки но самое интересное что эта головка короткая эта головка длинная они практически не изношен так что в крайнем случае можно будет использовать их в качестве так сказать в качестве запчастей а что тут еще можно снять честно говоря мне не хотелось бы ничего не снимать если кто-то правил бы интерес я отдал бы хотя помните как дочка разбойницы герде вернула всю одежду а вот меховую муфту муфту она решила не возвращать вот мне антенка тут очень нравится пока думаешь и желающих на такую магнитолу нет ну разве какие-нибудь знаете люди которые там собирают что-то такое то что достойно кунсткамеры ну более примитивной магнитолу я еще не видел юнисеф там или какой-нибудь левис там или еще какая-нибудь там осака они на порядок круче ну я еще раз говорю японцы вот сделали так в принципе я не особо жалею о потраченных и денежках которые я отдал за эту изувеченную скажем так мини магнитолу ну в принципе я стараюсь дружить с продавцами и входить в хорошие отношения тогда знаете вот личные отношения они очень часто помогают ну вот этот продавец который продал мне эту магнитолу он вообще торгует книгами и вот у нее попалась ну я не на этой неделе купила на прошлой неделе купил вот у него купил такие каталоги sony например 85 год увы они на французском это не так страшно принципе технические характеристики те же самые philips 85 год сансуи очень интересная фирма тут как раз есть усилитель который у меня есть сансуи 55 фишер ну фишер в основном больше всякие комплексы музыкальные ну и маленький такой буклетик фишер знаете типа такие которые сейчас бросают почтовые ящики все это было продано ну из расчета где-то 10 гривен за единицу цена не фантастическая поэтому пусть будет как говорится даже если выкинут магнитолу то не страшно все это было